здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор разбор будет сегодня касаться астрологической темы а и инфоповод у нас такой на днях елену блиновскую суд поместил под стражу вместо домашнего ареста и я заглянула в ее космограмму но можно сказать натальную карту но на дома мы сегодня обращать не будем а значит заглянула на ее звезды на транзиты которые сейчас у нее происходят и здесь много таких показательных вещей которые будут полезны для всех вас ну для того чтобы понимать как работает астрология а именно как нас воспитывает плутон потому что вот плутон прям там очень четко но прослеживается связь и давайте наблюдать за этим значит первый слайд это транзиты планет по натальной карте елены блиновской на момент 2014 года март 2014 года и что мы здесь видим а значит здесь у нас транзитный плутон в оппозиции с ее луной вообще стоит обратить внимание что вот здесь вот прям скучность ее планет в ее ну натальной карте космограмме дома мы не учитываем но вот планеты находятся именно вот в таком расположении поэтому мы видим что плутон начинает свое движение вот с транзита по луне да и вот вот эти три планеты они очень важны и в жизни человека и начал плутон ну можно сказать воспитание воспитательную свою работу елены блиновской именно с транзита с оппозиции по луне потом он перейдет на марс и потом он перейдет на узел и вот это вот очень показательно и так значит где-то в четырнадцатом году с марта до октября 16 с марта 14 до октября 16 года сразу там получается пять раз по моему аспектировал плутон вот именно оппозицию ставил к ее луне что это значит это значит что в этот период она что называется опасайтесь своих желаний вот вот в этот период как раз можно реально загадывать желание но часто мы загадываем ну немножечко не те желания я просто тоже проходила эту оппозицию и в тот момент у меня было желание выйти из того ада в котором я находилась и мне было очень страшно но вы знаете плутон тогда исполнил это мое желание и можно сказать ну вот я сейчас оцениваю эту ситуацию как положительную что касается елены да видимо в тот момент она начала работать над этим своим бизнесом ну касая касаемо желаний да вот начала уже ну она как говорится по теме желаний как раз и был у нее этот бизнес да она знаете с чем можно сравнить такую оппозицию вам плутон дает волшебную палочку но не дает инструкцию как этим пользоваться и мы часто своими желаниями что-то ну создаем или портим но не важно важно другое что вот в этом случае нужно ну с одной стороны тебя судьба одаривает но с другой стороны судьба внимательно наблюдает за тем как ты пользуешься этими подарками и вот началось все именно в четырнадцатом году дальше ну здесь много событий до октября шестнадцатого года и как ну вот я посмотрела в википедии в тот период она мисс там какую-то выиграла да ну то есть вот она ее движение вверх началось именно тогда идем дальше следующий уже момент это плутон начал делать оппозицию к ее натальному марсу да то есть поп прошел по ее луне до какие-то ну сделал выводы и дальше уже стал делать оппозицию на ее натальный марс что это такое а это агрессивные конкуренты манипуляторы которые встречаются в жизни человека и здесь очень важно сохранить внутренний баланс ни в коем случае нельзя хвастаться вот вы знаете здесь как раз она становится очень интересно жить да вот в такие вот оппозиции очень интересно такие события происходят что но они добавляют конечно же стрессов конфликтов но ну часто человек умеет если человек из этого умеет выйти то конечно же ему хочется похвастаться здесь я ее прекрасно понимаю и ну как бы но но задача наша перед плутоном если мы знаем что это на волне вот этой оппозиции произошло наша задача учиться как раз ну с одной стороны бороться но с другой стороны смирению сейчас конкретно я вам рассказываю ну показываю вот что происходило в эти периоды у нее на получается плутон был в оппозиции к марсу в тот момент когда вышло то самое интервью у ксении собчак потом вскрылись подробности оказывается на этой волне собчак создавала ну свой какой-то марафон да и получается что вот в этот период как раз вот видите вот эта оппозиция от плутона вот от плутона к марсу да она сыграла ну скажем так с одной стороны роковую такую роль с другой стороны они все заговорили до елене блиновской и вообще там много было таких моментов вот вышло интервью как раз в тот момент когда секстиль от плутона к урану шел это ну это позитивный момент то есть какие-то неожиданные события с одной стороны это признаки конкуренции да где нужно ну вот соблюдать какие-то правила да вдруг где нужно драться и выигрывать да но с другой стороны смотрите оригинальные действия со стороны елены блиновской могут тоже привести к успеху и мы это пронаблюдали потом что происходило в итоге невзирая на то что мы все там поругались на нее разоблачали все всем вообще всем миром до елену блиновскую но в итоге она что что чего она достигла вот давайте посмотрим по событиям февраль июнь двадцатого года я не знаю что было но вот первое касание плутона вот касание плутона их было именно 5 вот именно вот эта оппозиция когда плутон делал оппозицию к марсу было таких событий у нее таких периодов и в ее жизни было 5 а именно значит февраля до июня двадцатого года возможно были какие-то скандалы возможно были какие-то еще выпады я не знаю что у нее было в этот период напишите пожалуйста мне в комментариях если вы знаете потому что ну как бы сейчас все сми пишут о том ну об ее аресте но нет какой-то истории правдоподобной кто следил за ее творчеством напишите мне пожалуйста что было в этот период дальше смотрите январь-март 21 года тоже довольно важный период возможно в этот период как раз ксения собчак точила зубки да но смотрите дальше следующий период с 14 июня до 18 сентября 21 года и в этот период как раз попадает ее день рождения как раз в тот момент ксения собчак записала это самое интервью это было летом но выставила она его на следующем касании 17 октября 21 года до 8 января 22 года а выход интервью был 3 января то есть вот как раз в это касание ксения собчак записывала интервью готовила до готовила там все свои штуки для того чтобы дальше на этой волне выехать самой да и вышло интервью вот как раз на следующем касании и следующее касание было уже 6 сентября до 4 ноября 22 года а не знаю что было в жизни елены блиновской в этот период но немного ранее в августе так а нет это в августе как раз когда записано было интервью а значит смотрите в мае получается спустя там несколько месяцев после выхода этого скандального интервью елена блиновская собрала этот как его 18 мая 22 года в московском концертном зале а т.б. арена вмещающим 13 тысяч человек был sold out все то есть все билеты были распроданы на шоу елены блиновской а что дальше психотерапевтическое шоу под названием а что дальше вот в этот период как раз оппозиция была от солнца к лилит то есть соблазн большой да но она конечно же всех сделала вот всех хейтеров всех кто ее там критиковал да я в том числе кстати разбирала то самое интервью и даже два видео выпустила по елене блиновской ну в общем то как раз получается что вот эта оппозиция оппозиция к лилит она в общем то позитивно то есть получается человек прошел по острию ножа и получил но просто кайф да потому что она всех сделала кроме того что произошло квадрат меркурий солнце вот пожалуйста от меркурия к солнцу то есть вообще логически это все было как-то непонятно да и все были может быть но многие были настроены к ее личности очень негативно но тем не менее три гон и например вот три гон от марса к узлу позитивный аспект до активность извне продвигает ее предназначение до дальше три гон нептун марс вот еще от нептуна к марсу получается что ее активность все заворожены околдованы ее активностью понимаете вот здесь вот как раз тот момент когда смелость города берет и получается венера на белой луне еще находится вот пожалуйста вот это соединение что говорит что все хотят то что она может дать вот белая луна это ее сила это ее наработки по предыдущим воплощением там ну то есть это то что в ней есть и получается что в итоге как с гуся вода да и вообще вот на этом и вот на волне этого я считаю что ей необходимо было бы сконцентрировать свои усилия немножечко на другом не на том что какая я молодец да безусловно молодец вот на этой волне выйти сухой из воды и вообще даже создать такое шоу было просто ну мощно смело и так далее но значит смотрите тут получается что ну плутон хорош и получается пришел в плохом настроении но видимо у елены блиновской на тот момент были какие-то наработки и ну по при как сказать раньше как она она видимо хорошо жила до плутон ей дал можно сказать сначала волшебную палочку потом дал смелость и вот на этой смелости надо было возможно ей как-то перестраиваться и не хвастаться вот самое печальное что она начала хвастаться она ну она всегда так вот показывала себя даже в том же интервью да она показывала чересчур вот эта хвастливость и эта хвастливость она раздражает не только публику но и плутон плутон который занялся ее воспитанием сначала он ей много дал но смотрите где-то через год ее приглашают на другое мероприятие в той же ну на той же площадке да и это было 26 апреля 2023 года и она хвасталась на этой сцене что она вот мне год назад я здесь выступала я собрала здесь большой концертный зал и вот это поведение было неправильным потому что нельзя хвастаться на этой оппозиции да молодец до всех сделала но вот вот здесь вот надо быть скромнее потому что смотрите получается что здесь у нас плутон а с узлом с и так где у нас плутон 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 так а нет он не никак с узлом пока еще не аспектирует но вот-вот начнет ну смотрите плутон 0 градусов и здесь просто не показывает а узел один градус плутон вот-вот подойдет к узлу и вот здесь уже начнется как говорится расплата вот в этот период почему я как раз и говорю что нельзя хвастаться потому что вот действительно это очень такой опасный и важный период вот в этот момент плутон принимает решение что дальше да вот вот он уже как бы сводит все плюсы и минусы а дальше что у нас по плутону по плутону вот плутон в соединении вот вернее не в соединении а в оппозиции с узлом будет но в общей сложности ночи вот начинается вот этот период именно сейчас смотрите получается что с февраля 24 года а значит до декабря 25 вот они три касания вот таких вот оппозиции сейчас я отодвинусь вот пожалуйста здесь как бы чтобы вам увидеть я перекрыла но в общем получай я просто вам скажу что сейчас вот начинается уже отдача от плутона того что елена заслужила и здесь как раз самое такое коварное то что в итоге то ну сначала плутон шел по таким довольно личным планетам и там ну как-то было все местечко вода а здесь получается что плутон уже идет по ее предназначению правильно ли она себя вела а что именно ей нужно делать по ее предназначению то есть ее узел так 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 вот это момент когда ее взяли под стражу 22 0 1 24 значит плутон как раз а нет это сейчас секундочку где у нас тут у тут у тут у плутон пока не встал в оппозицию да а так что то я совсем уже плохо глазами стала а нет он он так значит что у нас здесь еще он не в оппозиции получается вот на момент ее взятия под стражу да но уже подходит плутон к узлу вот видите здесь оппозиция от солнца пока идет к узлу но вот-вот плутон встанет по позицию и вот этот период у нас начнется с февраля 24 до значит декабря 25 года три раза будет касаться и три раза будет воспитывать и здесь очень показательно очень показательно а я хотела вам показать ну вот сейчас еще ту 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 вот пятая да вот смотрите как в общем то все позитивный когда у нее намечается допустим 5 февраля но плутон уже будет в оппозиции то есть я не знаю что будет в этот период да но вот так вот будет складываться что плутон как раз возможно что в целом настроение у нее будет более-менее она возьмет себя в руки да но плутон будет конкретно воспитывать ее предназначение предназначение у елены находится во льве это благородное солнце которое своим примером ведет за собой и здесь в общем то она недалеко ушла от своего предназначения единственный единственная проблема в том что она увлеклась хвастовством да она стала хвастаться плюс благородная благородная цель должна быть а как мы знаем что ну вот как то возможно она занималась какой-то благотворительностью например но этого ну как то вот мало мы об этом говорим больше она показывала вот помните как она свой день рождения отметила на алтае об этом все сми сообщили и это было очень роскошно это было чересчур роскошно и это видимо очень сильно обозлило всех окружающих и вот здесь вот хочу привести вам в пример человека которого мы недавно разбирали а именно вот пожалуйста кости косенко до сергей косенко он очень грамотно перестроился вот у него тоже идет воспитание по плутону обратите внимание у него плутон находится в оппозиции к лилит то есть это довольно коварно да я рассказывала вы можете пересмотреть это этот разбор но то что он вот получается бросил своего сына в сугроб и поступил очень плохо для охватов да то есть он блогер да он показывал и он его занесло но смотрите как грамотно он дальше себя повел он начал показывать свою благотворительность он занялся благотворить я не знаю он может и раньше занимался благотворительностью но на волне всеобщего хейта сначала он выложил извинения потом понял что это еще больше злит аудиторию да тогда он убрал это извинение и стал делать добрые дела до показушно да это на может быть не очень искренне да но тем не менее он занялся он бросил свои силы на то что занялся благотворительностью и это первый плюс который плутон в общем-то считал да и второй плюс то что он оказался в этот момент как раз вдалеке от своих хейтеров вот этот квадрат от юпитера от транзитного он можно сказать немножечко абстрагировался от этого и как бы перестал это замечать ну видимо он там у себя на страничке убирает вот эти все негативные комментарии и в общем то это вполне нормальная стратегия для того чтобы обойти вот эту ситуацию получается что по его плутону сейчас бьют две планеты да вернее по плутон транзитный плутон бьет по двум его планетам по юпитеру и по лилит но он это грамотно обыграл получается что он ну первое это благотворительность второе он просто держится сейчас за границей для того чтобы никто его вот из правоохранительных органов и так далее никто его не достал вот по этой стратегии надо было действовать и елене блиновской потому что ну в общем то я не слышала про ее благотворительную деятельность ничего особо я больше слышала про то как она себя показывает какая я классная молодец и так далее вот это и и стала ее роковой ошибкой когда плутон воспитывает нас ни в коем случае не надо показывать свое эго не надо и получается что ее ну как бы предназначение дал ее северный узел находится во льве а лево это благородный лидер который ведет за собой лидер да но благородный вряд ли понимаете вот вот это благород и и благородство не хватило плутону для того чтобы ей пройти вот эти три планеты да вот оппозиции которые оппозиционируют и транзитный плутон поэтому вот такая вот интересная история надеюсь вам это тоже интересно если вы хотите в своей жизни разобраться ведь плутон он такой ну вот самая коварная планета насколько я замечаю это плутон вообще их 3 трансурановых планеты юпитер нептун и плутон да и вот когда они аспектируют на наши планеты здесь очень важно держать ухо востро очень важно поддерживать какой-то внутренний баланс а именно вообще вот без проигрышная без проигрышный вариант того как встречать вот эти все транзиты именно делай добро и бросая его в воду вот всегда делайте добро потому что в любой момент к нам придет этот самый плутон или уран или нептун и начнет с нас что-то спрашивать еще сатурн может поэтому я вас приглашаю у меня под видео есть ссылочка на обучение по астрологии но это просто первые шаги до чтобы вы начали уже разбираться в этом там я очень кратко понятно показываю как пользоваться программой как вообще трактовать да дальше вы будете углубляться в эту тему я уверена что найдете нам очень много интересных вещей кроме того если не хотите сами разбираться приходите ко мне на консультацию мы разберем все ваши транзиты до читая картинку не очень позитивную поставила но да ладно в любом случае я вас всех очень люблю надеюсь этот формат вам интересен поставьте лайк или дизлайк этому видео вообще в принципе вот как вам вот такие вот просто для меня это довольно интересная тема сейчас не довольно а вообще интересная я сейчас анализирую всю свою жизнь вот я в это вникла и мне настолько это классно и заходит я думаю что вы тоже вместе со мной в этой теме варитесь ну насколько это правда напишите в комментариях может быть я где-то сама с собой играю с этим но напишите напишите свое мнение потому что надо ли мне продолжать вообще вот эти разборы потому что когда какой-то инфоповод происходит я для себя тоже смотрю да и делаю какие-то выводы потом их сопоставляю насколько это все сходится насколько расходится что там какие нюансы если вам это интересно дайте мне об этом знать да в общем люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока